Два золота, серебро и две бронзы. С таким результатом дагестанские борцы классики завершили свое выступление на турнире памяти Сурраката Асиэтилова. Поворотся за награды приехали спортсмены из 25 регионов России, а также из Белоруссии и Эстонии. Итоги в материале Курбана Рагимова. Воля к победе и желание выложиться на все 100%. Вот что привело Данила Агаева к золоту Асиэтиловского турнира в весе до 63 килограммов. Под восторг болельщиков классик из Буйнакского района за считанные секунды до финального свистка переломил исход встречи с новосибирцем Беркутом Жакыповым. Четвертый международный турнир среди юниоров в памяти Сурраката Асиэтилова собрал 27 команд. 25 представляют регионы России, еще две дружины из Белоруссии и Эстонии. Всего порядка 150 спортсменов. Сильнейших определяют в 10 весовых категориях. И очень хорошая борьба идет. Вот сейчас мы даже смотрели одну схватку, где боролся наш земляк Агаев Данил. Он и победитель первенства России. И среди юношей он в сборной России под первый номер. Боролся красиво. И сейчас будет еще у нас много ярких схваток. И на этом турнире будут расти многие борцы всей России и нашего Дагестана, конечно. Не всегда удается отбороться на таких соревнованиях. Я думаю, ну, дай Бог нам здоровья. Каждый год будем проводить этот турнир. И у нас будут скоро первые чемпионы мира и Олимпийских игр. В предыдущие годы турнир был проверочным стартом для российских кандидатов на участие в первенствах мира и Европы. В этот раз по понятным причинам такой задачи нет. Но, несмотря на это, в Каспийск приехали первые номера страны во главе со старшим тренером юниорской сборной Николаем Моновым. В любом случае, каждый старт – это большой опыт. А международный старт – это неоценимый опыт и вклад именно в развитие нашего молодого подрастающего поколения. Ну, а юниорская борьба, юниорский возраст – та возрастная категория, где недостаток международных стартов. И вот у нас, и на сегодняшний день, даже если у нас мы прекрасно понимаем, осознаем, пока нет возможности выступать на международных стартах, то это, еще раз повторюсь, неоценимый опыт для нашего поколения, для ребят этой возрастной группы, для того, чтобы пройти дальше, идти вперед и создавать здоровую конкуренцию основной команде. Второе золото дагестанской команде принес тяжеловес из Махачкалы Саид Гайрбеков. Хозяева ковра претендовали еще на одно первое место, но в категории до 87 килограммов Магомед Мухтаров уступил земляку, представителю Белоруссии Абубакару Хаслаханову. Эта награда высшей пробы стала единственной для зарубежных гостей. Бронзовые медали в копилку дагестанцев положили Магомед Мусаев и Магомед Нуров. Вслед за хозяевами в общем зачете расположились классики из Санкт-Петербурга, Ростовской области и Москвы. Всех победителей турнира поощрили денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.